Не представляешь, как жить после апокалипсиса? Качай бесплатный онлайн-экшен Кроссаут! В этой игре ты можешь собрать тачку и сотен деталей, чтобы победить соперников. Новая фракция Огнепоклонников уже приготовила для тебя десятки деталей, вроде гарпуна, взрывающихся колес и перемалывающих противников шнекоходов. Уничтожай врагов, грабь караваны, ищи ресурсы и доминируй! Глобальная карта мира, множество режимов и заданий, сражения против левиафанов и адские рейды. А еще в этой игре ты можешь быть грозным гэнгста на тачке с пневмоподвеской. Полный Качай Кроссаут совершенно бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы. Я вас приветствую и благодаря нашему продолжительному знакомству я пришел к выводу, что вы любите животных. Дополнительным доказательством этого является и то, как хорошо был принят обзор на зомби-бобров, и то, как тяжело вы пережили смерть собачки в Бабадуке, и то, что обзор на кролика, убивающего членом, собрал почти 300 тысяч просмотров, несмотря на ограничение 18+. Поэтому я решил, что вам скорее всего понравится обзор фильма про целый зоопарк. А начинается фильм с рекламного ролика, готовящегося к открытию уникального зоопарка. Эдем. И этот рекламный ролик вызывает ассоциации с игрой Биошок и фильмом Парк Юрского периода. Что если я скажу вам, что сад Эдема – это не миф, а реальность? Ты втираешь мне какую-то дичь. О том, что создатели этого фильма вдохновлялись последним, говорит даже слоган на постере. Это мир Юрского периода мёртвых. Терминаторов против Индиана Джонса во время Звёздных войн «Назад в будущее», добавил бы я ещё. И слоган не потерял бы своей бессмысленности. Потому что при чём тут Юрский мир, если в фильме не будет ни одного динозавра, за исключением спецэффектов, которые выглядели бы неплохо во времена Мизозоя. И что если существует утопия, в которой сотни различных животных существуют вместе и ждут вас? По-моему, утопия для животных – это когда люди перестанут их доебывать. У моего деда была мечта собрать всех самых уникальных животных в одном прекрасном месте. И, судя по картинкам, на заднем плане уникальными животными твой дед считал тех, которые не водились у него во дворе. Эдем образовался 50 лет назад и изначально был центром для поддержания животных, чьи виды были под угрозой вымирания. Потому что всякие умники распихивали их по зоопаркам. И не забудьте скачать наше мобильное приложение, с помощью которого вы сможете следить за вашими любимыми животными. Ищите наше приложение «Зоофилмобил» в Гугл Плей. Вы и ваша семья сможете слоняться. А также шнырять оглачиваться шарохаться шароебица. По огромному количеству подходящих для детей аттракционов. Зарезервируйте билет уже сегодня. Пока мы всё не просрали. Таким образом, заканчивается наше предварительное знакомство с этим зоопарком. И начинается... Возможно, это вирус иммунодефицит. И если ничего не предпринять, она умрёт. Возможно, у неё паразиты. Возможно, криминал. Возможно, если бы в этой комнате было 50 человек, мы бы весь фильм слушали их предположения. Доктор, у неё конвульсия. Запири дверь. Если хоть одна зиму отдает сюда выберется, это будет огромный риск. А, это не мне? Ну, знаете ли, это было убедительно. Хардиосистема не выдерживает. Её сердце остановилось. Отставить нытьё. У доктора есть план. Мы введём ей нерцию пенифрина. Но это же нарушение Международной Конвенции о Здравоохранении использовать этот препарат на обезьянах. Меня не волнует конвенция. Это животное не должно умереть. Потому что оно должно приносить деньги. А доктор шарит. Зачем вы на потолок уставились? Ещё в карманах у себя её поищите. Иди ко мне. Малышка, иди сюда. Думаю, вы её не видите, потому что... Она ещё не отрендрилась. В итоге, маленькая обезьянка каким-то образом роняет, во всей видимости, очень тяжёлый шкаф и придавливает охранника. А затем проводит коррекцию зрения ассистентки. По-моему, здесь чего-то не хватает. Ах да. И, конечно же, в данной ситуации пользоваться руками – это запрещённый приём. В общем, одна юркая обезьянка кладёт весь скват, а действие переносится в автобус, на котором в зоопарк приехали студентики. И я бы сказал, что в этом автобусе мы знакомимся с основными действующими лицами. Но нет. Там мы скорее знакомимся с оператором, который до этого, похоже, снимал только порно. Поэтому в автобусе нам показывают исключительно крупные планы и ни одного общего. Складывается такое впечатление, что они находятся в разных автобусах, двигающихся по разным дорогам в разных измерениях. Которые перемешались в этом фильме, благодаря парадоксу Кловерфилд и вообще это приквел к Стартреку. Но как бы там ни было, студентики потихоньку высаживаются. Первым выходит Эйс Вентура. Это моя остановка. Полегче. Простите, меня зовут Рик и скоро я здесь буду работать. Только если в качестве недостающего звена. У вас есть хищные птицы? Красный и коршун? У нас есть почти все, кроме куропаток и попугаев. А почему их нет? Им ничего не угрожает. В том числе ваш зоопарк. Мне это не нравится. Ну вот. Теперь и попугайчики под угрозой вымирания. Это что, новые кадры? О, это что, Маугли на велосипеде? Его, наверное, медведи воспитали. Впрочем, неважно, это первый и последний раз, когда мы видим его живым. Следующим выходит Жвачное животное, о котором фильм предоставляет некоторое количество совершенно бесполезной информации. Так, что ты здесь делаешь? Я думал, ты с факультета политологии. Так и есть. Но меня пугают бездомные, нервируют дети, так что я решила сменить профиль. А еще она в каком-то сговоре с директором зоопарка, который, впрочем, не получит никакого развития. И она любит свиней. Так, кто-нибудь хочет помочь мне покормить кабанов? Я, я, вымерете меня? И знаете, Чехов бы, наверное, просто охренел от такого количества холостых ружей в ее арсенале. Затем нам зачем-то дают понять, что дочь директора находится в очень тесных дружеских отношениях с Гориллой. Кифа! Я спас Джорджа, когда ему было два года. Он не просто друг, он семья. Мне кажется, или он значительно больше? Определенно больше. Но и это сюжетное ответвление не получит совершенно никакого развития. Сама же Горилла выглядит великолепно. Как в компьютерном исполнении, так и в натуралочку. Аниматроника просто высший класс. Горилла как живая. И до того, как начнется основной замес, нас еще знакомят с этим стилягой, который вроде бы как новый сотрудник с непонятным функционалом. Я хочу, чтобы вы спустились в подвал и подсчитали количество баллонов с газом. Вы знаете, я рассчитывала заниматься здесь чем-то более серьезным, чем пересчитыванием банок. Мне будет нужно, чтобы вы отправляли факсы, получали посылки. Чей внешний вид почему-то никого не устраивает. Можете снять галстук. Первое правило. Охранники надеваются не так же, как на похороны. С начальником службы безопасности. Это Рекс. Рекс наш начальник охраны. И с новым сотрудником службы безопасности. Я Лесли. Можно просто Лиззи. И она крутая. Очень крутая. Сверх крутая. Потому что у нее бейджик на поясе. Типа, сиськи не мну, перехожу сразу к делу. И взгляд такой, как будто она может смотреть дальше, чем вдаль. И немного скрытого смысла. Джентльмены. Доброе утро, доктор Раджик. Здравствуй, Эллен. Здравия желаю. Он хочет с ней переспать. Он спит с ней. Он спал с ней. Это зиплайн? В будущем оно будет проходить отсюда через весь зоопарк. Да. Зиплайн выстрелит. Будьте в этом уверены. Ну а в данный момент дает о себе знать происшествие ветклиники. И все резко выдвигаются туда. Не имея ни малейшего представления, какую опасность может нести произошедшее там. Это зоопарк, а не парк юрского периода. Но тем не менее, фильму хочет им казаться. Не-не-не, берем только шокеры. Твой начальник сказал никакого огнестрела. Мое последнее место работы охранный патруль при школе. Эта работа меня сильно изменила. Ты перестала понимать человеческую речь? Или школа научила тебя всегда иметь при себе ствол? В общем, в ветклинике почему-то перевернута мебель и отсутствуют сотрудники. Хотя опасность и очаг заражения находятся в этой комнате. Не согласна. Все хорошо, док это мы. Это по-твоему все хорошо? Вот это все хорошо. А это все плохо. Несмотря на такие вот движения и глаза выпучивания доктора, они открывают дверь. Заблокируйте дверь. Она спросила почему? Видимо, она тоже думает, что... Все хорошо, док это мы. Джонни. Джонни. Наверное, именно такую картину представляют люди, которые боятся уколов. Доктор же немного контужен и не может подобрать нужных слов, чтобы сказать, что... Главное, что нас избавили от подробностей того, как она туда забралась. Че за звук? Затем следует эпичное выпиливание охранников. Такое ощущение, что это мини-кин-конги. В общем, благодаря слаженным действиям службы безопасности, обезьянки сбегают. А выживших ждет... Синьгая! Нет, укусы зоозомби не опасны для людей. Чего не скажешь про животных. А как же вольер с птицами? У нас 37 редких видов в этом вольере. Если обезьяны доберутся до них и заразят... Я сделаю все, чтобы они не добрались до туда. Запомним эти слова. Рекс, мы защитники этих животных. Они убийцы. Поэтому-то у вас в зоопарке огнестрела столько, что складывается впечатление, что вы террористическая ячейка, прикрывающаяся любовью к животным. Ведь о транквилизаторах даже речь не заходит. Вам не хватает только... Это старая пушка-вулкан. Эта пушка плюет стеной пламени. Она разрывает на миллионы кусочков. Будьте осторожны. В общем, директриса по интеркому объявляет тревогу. Все, кто успевает, запираются в помещении, включая заведующую вольером с птицами. С местом дислокации не везет только кормильцам кабана. Так, не высовывайтесь. Этот вот деревянный забор защитит вас от любой угрозы. Бежим! А кабану норм. Он даже не шелохнется. У него полная акуноматата. При появлении обезьянок студентам все же приходится ретироваться. Тем более, что кабан моментально приходит в себя и начинает быковать. В итоге студентики прячутся на дереве. Просто лучшее место, чтобы спрятаться от обезьян. Но приходит время фильму удивлять зрителя. О, господи! Да, это зомби-жирафы. И непонятно, как только зомби-вирус так быстро смог добраться до их маленьких головок. По своему же исполнению, эти зомби-жирафы выглядят как приложение для айфона. И кажется, я начинаю понимать, почему она так беспокоится за вольер с птицами. Ведь если зомби-вирус доберется до туда, то со здешними спецэффектами нас может ждать зрелище по фееричности, не уступающее этому. Но какими бы безобидными ни казались жирафы, зомби-жирафы полная им противоположность. Удивительно, но на Западе умеют снимать качественные фильмы и без поддержки фонда кино. Даже работники зоопарка понимают и могут стрелять в голову лучше, чем крутые амбрелловские спецназовцы. В итоге азиата рвут на части, девку спасают, а индуса, по всей видимости, утаскивает в Индию криш. Потому что больше мы его не увидим. И вроде бы как всё, можно ехать в безопасное место. Но в зомби-фильме обязательно должен быть человек, который хуже зомби. Впрочем, уже совсем скоро на неё нападает лев. Ну или что это за кусок спецэффектов. Тем временем в зоопарк приезжает полиция. К сожалению, бюджета фильма не хватило на то, чтобы нанять актёра на эпизодическую роль полицейского. Поэтому любуйтесь на эти, как будто случайно снятые кадры. Хорошо, мэм. Сохраняйте спокойствие. Кто-то из сотрудников покидал зоопарк? Нет, никто не уходил. Это хорошо. Сейчас нужно, чтобы все оставались внутри, чтобы предотвратить возможные... Эй, мужик, подожди. Мы ещё не досняли. А впрочем, и так сойдёт. Спецназ начинает штурмовать зоопарк. Держимся вместе. Не растягиваемся. Что мы здесь ищем? Если вы меня слышите, убирайтесь оттуда! Мы несём потери. Не можем его убить. После такого позорного поражения полицейские решают больше в фильме не появляться. А после следующих кадров становится понятно, что они, по сути, здесь нахрен не нужны. Ты хочешь пригласить мистера Каалу на чаепитие? Мистер Каалу? Пожалуйста! Пожалуйста! Я больше не хочу играть со своими животными. Да, проблему с зомбями способна разрулить эта девочка, которую, судя по всему, мама нагуляла от Супермена. Вопрос только в том, откуда у девочки пяти лет, играющей в чаепитие с куклами животных, бита, который можно распидорасить Каалу пополам. Но приколам не время заканчиваться. Я просто поплопаю. Тссс! Не так громко. Приветики! У меня тоже есть слон. С ракетницами. На бетономешалку, увы. Ну ладно. Скучно с вами. Я полетел. Насколько трудно проникнуть в вольер? Он создан из твёрдой стали. Это надёжно. И на 50% из стекла. Но эту деталь мы опустим. Тут на них нападают лемуры. Слоны пугаются и сбрасывают наездников. Это, кстати, нога слона. И это. Когда они пытаются обойтись без спецэффектов, получается только хуже. Один слон наступает на ногу Рексу. И они сваливают. Это не я ускорил. Так это выглядит в фильме. Лемуров спугивают. И людишки обновлённым составом прячутся в каком-то помещении. Ребята, по-моему, в моих ранах инфекция. Думаешь, я превращусь в одного из тех монстров? Нет. Фантазия сценариста и бюджет на это не рассчитаны. Из-за того, что не все одинаково усидчивы, долго там просидеть им не суждено. Очкарик бежит спасать Кифа. Но Кифа уже хорошо. Поэтому... Все бросаются на помощь Очкарику. Как он их когда-то спас. А, нет. Им насрать. Они считают, что спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Ты пойдёшь с нами. Так я не могу. Тогда оставайся здесь, мы вернёмся. Я знаю свои предназначения. Турси! Нет. Его предназначение – умереть при попытке убить зомби-гориллу. Блин. Как он жил со сознанием этого? Оставшиеся успешно убегают и ещё огревают гориллу булыжником. А затем фильм почти под конец решает раскрыть характер одного из персонажей. Ты ходила в колледж? Даже школу не закончила. У меня кроме себя никого нет. Решила пойти в охрану. Фильм как будто бы чувствует, что нам на самом деле насрать на них. И предпринимает попытку надавить на жалость. Люди обычно шарятся, когда видят меня. Такова я. Мне не нужно никому нравиться. Ой, да ладно тебе. Я бы так вообще вдул. Да и вы бы, наверное, тоже. Пишите в комментариях. Я обещала Рексу, что никто из животных не сбежит из зоопарка. Особенно птицы. Нам нужно их убить. Я только начал тебя уважать и даже немного хотеть. А ты такие вещи говоришь. Они могут заразиться. По-моему, это как раз причина освободительных. Того, что они не заразятся после того, как мы их освободим. В таком случае вам придется убить и себя. Возможно, нам и придется так сделать. Ну ок. Но тут до них долетает звук едущей машины. Это Эмбер. Да, блять. Это оригинальный, сука, монтаж. Это не я вставил сюда этот кадр с машиной из начала фильма. А теперь насладитесь следующим кадром. Эмбер, стой! Я хочу к маме. Эмбер, куда ты делай еще четверых пассажиров? Я же говорю, без парадокса тут не обошлось. Она нас бросила, но хотя бы набрала сил вернуться. И значит ли это, что Эмбер завалила льва, с которым не справился отряд спецназовцев? Ребят, у нас проблемы. Видимо, нет. Ребята, лучше вам сваливать. Эти львы любят все обоссывать. В общем, получайте еще порцию первоклассных спецэффектов. И дозу виртуозного монтажа. Пойдемте. Думаю, я знаю, как выбраться. Откуда? Ты здесь, сука, первый ебаный раз. Или ты ударился головой и прозрел? Тем временем директриса просит заведующую по птицам выпустить птиц, потому что... Мы сами рискуем вымереть, если птицы будут заражены, как кто-то из других животных. Я изучила МРТ мозга коалы, которая напала на фию. Я такого отклонения в жизни не видела. Это отклонение называется расквашенный битый мозг. Нобель уже выехал, чтобы лично вручить тебе премию. Ммм, зомби-вирус сдружил всех животных. И если подумать, с людьми это тоже работает. А еще это похоже на то, что спецэффекты сваливают из фильма. Потому что этих животных мы больше не увидим. Наша же троица добирается до зиплайна. Он ведь еще не работает. Почти рабочий, здесь уже есть за что держаться. Но вдруг стальные тросы начинают рваться под весом человеческого тела. Чего, блядь? И за что держится эта деловая колбаса? За мошонку Супермена? Короче, Лиззи хватается за Кейджа, потому что не сомневается в надежности Супермена. А студентик разбивается. Блин, да этот зоо-зомби-апокалипсис уберег их от больших проблем, связанных с гибелью людей и судебными исками. Они прилетают к директрисе. Мы спускаемся в подвал прямо сейчас. Нам зачем? Мы убьем их до того, как они доберутся до нас. Круто! А ты не забудь биту. Все равно надежда только на тебя. Берите столько, сколько сможете унести. Я же говорю, дочка Супермена. Прихватив баллоны с газом, они приезжают к вольеру. Но там уже творится какой-то беспредел. Несмотря на то, что на протяжении всего фильма... У нас здесь безопасно. Достаточно безопасно. Мы в полном порядке. Я тут нянчусь с новым мальчиком. Эллен, мы в порядке. Ты ведь знаешь, как надежен наш вольер. Они пытаются выбраться сами. Ну, это просто без комментариев. Директриса поливает все, будем считать, бензином и поджигает. Кейдж и Лиззи в это время борются с птицами. В прямом смысле. Птичка хорошая. Да, хорошая птичка. А когда начинает пахнуть жареным, убегают. В итоге вольер со всеми птицами сгорает. Спецэффекты убежали. Остался только... Кифа! Что с моим другом? Он выглядит не очень довольным. Кифа с невероятной щедростью раздает всем лещей. И, казалось бы, в его памяти должно что-то пробудиться при виде девочки. Но... Нет, Кифа, нет! Вот это поворот! Да, в каком-то смысле это было неожиданно. В общем, они спасаются. Офигенный монтажер, к сожалению, тоже. Ну, совершенствуй навыки. Конец. Ах да, Кифа выживает. Или не Кифа. Короче, какая-то рандомная горилла просыпается с катарактой. И вот теперь точно конец. Я утаил от вас одну важную деталь. Это фильм от студии Асайлум. И вообще-то заранее всё было предрешено. И поэтому итога этому фильму никакого не надо. Правда, один узкопрофильный специалист по Асайлум поведал мне, что это оригинальный проект Асайлум, а не очередной макбастер. Поэтому этот фильм стоит любить и уважать. Они ведь старались. А вообще, мне кажется, что в Асайлум всеми процессами рулят Томми Вайсо и призрак Эда Вуда. А еду на съёмочную площадку возят из ресторана Уве Бола. Такие дела. Если хотите ещё обзоры фильмов от студии Асайлум, то посмотрите этот ролик пять раз с разных аккаунтов. И лайков столько же ставьте. Каждый. И на мой живой канал подписывайтесь. Стримы я там провожу. Хоба! Ссылка в описании, как и ссылка на мой инстаграм. Спасибо за внимание и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова